Я приветствую вас! 28 февраля 2019 года. С вами Любомир Богоявринский. Это рубрика «Ответы на вопросы социальных сетей». Мне задавали и не раз задают подобные вопросы, недословно. Любомир, планируете ли вы учиться читать на десятом языке? Если планируете, какой это будет язык? Я отвечаю, что я не планирую читать, учиться на десятом языке. Понимаете, мои дорогие, у меня нет способности к иностранным языкам. Я их поздно начала относительно изучать, где-то с 25 лет, мне сейчас 31 год. Понимаете, и вот эти девять языков, чтобы на них нормально научиться читать, и немножко общаться, понимать, разговаривать, понимать речь, на это уходит у меня колоссальное время, колоссальная сила, понимаете, уходит на это всё. И я человек, ничто человеческое мне не чуждо. Мои интеллектуальные возможности тоже ограничены, и у меня тоже срабатывает процесс забывания, потому что часть научных терминов, что я идеально фактически помнил ещё в 2012 году, когда я оканчивала магистратуру с красным дипломом соотечиями, уже сейчас, в 2019 году, часть этих терминов я забыл. Ну, большую часть я помню, а вот частичку забыл уже. Вот, понимаете, потому брать десятый язык и начать его учиться читать, вот, изучать его, посвящать ему время, я не могу, я не хочу этого делать, мои дорогие. Я скромно ограничусь умением читать на девяти языках и буду дальше совершенствоваться в этих языках. Фактически, в первую очередь, на шести из этих девяти. Какие же это языки? Это украинский, русский, церковно-славянский. В них я не буду совершенствоваться. Я использую церковно-славянский, например, для чтения вот этого псалтеря, которому сто, больше ста лет это мой родовой псалтерь. Вот, он написан на церковно-славянском языке, и только для чтения этой литературы я использую этот церковно-славянский язык, который входит в число этих девяти. Вот, ну, я буквально, вот прямо сейчас открыл. Здесь именно нужно понимать эти символы, знаки, которые вверху есть на уровне автоматизма, потому что так просто не прочтешь. И некоторые буквы отличаются от нашего алфавита украинского либо русского. Например, Господь во царися, да радуется земля, да веселятся острови Мнузи, облаке мраку кресть Его, правда и судьба исправления престола Его. Огонь пред Ним придидит. И попали то крест враги Его, У свечиша молния Его, Вселенную, Видя и подвижися земля. Итак, украинский, русский, церковно-славянский, английский, латинский, польский, немецкий, испанский и завершающий греческий. Греческий я начал изучать в 2018 году, это мой самый новый язык. Его я знаю, так скажем, на троечку с минусом, то есть читать имею на троечку с минусом, но я не сдаюсь, совершенствуюсь, там совершенно другой алфавит. Он не похож ни на наш савянский алфавит, ни на латинский алфавит. И потому моему мозгу очень тяжело и сложно вообще ориентироваться в этих буквах, в разных там дифтонах, трифтонах, то есть в буквосочетаниях, которые дают один звук. И так далее, и тому подобное, но я не сдаюсь. На троечку я его с минусом знаю в плане чтения, и потому я смело уже могу говорить, что он мой девятый завершающий язык. Он сакральный язык, я использую его для чтения, в первую очередь, православных молитв на греческом языке, песнопений православных, церковных. А также я обожаю философов античных, я живу античной философией по сей день, Платон, Аристотель и другие великие гении прошлого, античные, они мои любимые философы. И хотя, к сожалению, не сохранились их туда даже на греческом языке, арабы были там, как мне известно, ну не то что арабы, а именно фанатики, скажем, ислама, они спалили были библиотеку, ну, по крайней мере, так мне говорили на втором высшем образовании, в нашем педагогическом университете имени Драгоманова города Киева, вот, уже этот перевод на греческий был с арабского, ну, части философов. Итак, мои дорогие, но тем не менее, греческий – это родной язык древних философов, потому я хочу его изучать дальше, это девятый завершающий. Возможно, после сорока лет я какой-то еще один, либо пару языков возьму изучать иностранных, возможно, немножко раньше, а возможно, никогда в этой жизни я не буду брать больше для изучения языков. Мне предостаточно девяти, потому что, я говорю, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, как говорил Карл Маркс, у меня есть функция также забывания, и не робот, и обычный человек автоматически части изучаемого мной, текста, материала забывается, вот, что, естественно, для всех смертных людей, у кого нет эдотической памяти, то есть память такая, что, знаете, только подумал картинками, весь текст всплывает, и человек может как в библиотеке читать по этой памяти книги, ну, такие были феномены, там, Лурья, гениальный психолог, писал, у меня же первомышленный психолог, дипломированный мой из психологии. Итак, мои дорогие, я сейчас вам буду читать текст, я подготовила специально на девяти языках, презентую впервые, я прошу прощения за акцент, за плохое произношение, потому что не все будет получаться, знаете, мозг нужен, нужно, чтобы быстро переключался, поэтому не обижайтесь на меня, если я плохо что-то прочту, я у всех этих языках делаю иногда какие-то ошибки, что для всех людей присуще, но пытаюсь всегда исправляться и стремлюсь к хотя бы такому какому-то минимальному совершенству, если так можно сказать, потому что совершенство должно быть максимальным, ну, то есть я пытаюсь учиться, учиться, еще раз учиться. Итак, мои дорогие, я ответил на ваш вопрос, десятый язык я не планирую изучать, и не планирую чисто читать на десятом языке, вот, это был бы по-середине масти французский, если бы я взялся бы изучать, либо какой-то еще из таких языков, но я не хочу, я вот и дальше планирую практиковаться в этих девяти языках, совершенствовать свое чтение, какие-то разговорные фразы, лексику, и на данный момент я просто сознательно десятый язык вообще брать не хочу. Ну, я родился девятого числа, и девять мое число, знаете, такое судьбы и удачи, я очень люблю девять число, такое эзотерическое число, и потому духовное, и потому девять языков. Я поэт, вы знаете, я писатель, я на украинском языке решила вот кратко свой маленький стих зачитать, который я написал, авторский вірш Любомира Богоявленского «Під Варбою». «И мы кохалися с тобою, коханий принца, під Варбою, мене ти ніжно обіймав, и палку в губи цілував, тебе кохати вечно буду, никогда, чуешь, не забуду, як ми кохалися с тобою, мій милый ангел, під Варбою». Автор Любомир Богоявленский. Второй язык, конечно, русский. Я очень люблю украинский язык. Я обучался в украиноязычной школе, в университетах, и у меня семья украиноязычная, но так как я записываю видеоролики для всего СНГ, я использую русский язык как язык международного общения, но в русском языке я тоже самовучка, и я пишу также стихи на русском языке и книги на русском языке. Авторский стих Любомира Богоявленского «Свет вечности». «Правды вечной, я вижу рассвет, нерукотворное царство, отца доброты». Город небесный нескончаемых лет, уготованный праведным с рекой чистоты. Там болезни нет, старости, зла и недугов. Там только любовь, там вечный приют. Найдет там пристанище каждый изгнанник. Там только добро, и там тебя ждут. «Свет вечности дарит свободу вовеки, безусловной любви, бесконечный чертог. Там свет первозданный, там райские реки, там вечность и свет, и там живет Бог». Автор стиха Любомир Богоявленский. Церковнославянский язык третий, я уже зачитывала на нем. Из палтеря еще тут зачитаю кусочек текста, который я выписал. Святого Максима изложение о вере. Вопрос. Коли ко естеств исповедуешься о свече единосущней и нераздельней троице? Ответ. Едино естество исповедую. Владыко Господи Иисусе Христе, ты еси помощник мой, в руках твоих есм аз. Помози ми, не остави ми не согрешите к тебе, яко заблужден есмь, не остави ми. Четвертый язык, мое второе высшее образование. Мой любимый писатель, гей-райтер. Гей-писатель – это Пол Хассен. Он величайший «He is a great occultist». Он величайший оккультист. Он написал гениальные шедевральные книги, которые я очень люблю. Например, «Искусство колдовства», «Практическое руководство» для ведьм колдунов и шабашей, ведьм, книги Петару, «The Devil's Picture Book» и другие. Я его очень люблю читать, особенно в оригинале на английском языке. Но я решил для презентации выписать в Сиву книжке текст на английском и зачитать. «In the circle of firelight, which we are pleased to call an enlightened scientific civilization, we usually feel secure in the knowledge that most of our wars childhood terrors and nightmares were merely fantasy. But if and when the firelight happens to dim or those times when the unknown presses hard upon us, in the presence of death or insanity or insurmountable calamity, we again know instinctively that science is ultimately irrelevant, and we once again experience and the old childhood tours. Here is a beginner's guide to practice witchcraft, Mastering Witchcraft, a practical guide for witches, volaks and caverns by Paul Hewson. Пятый язык лингва latina, латинский язык. Vesta dea familiae est. Femine et poelle dee eras dedicant et coronis rosarum ornant. Diana est dea silvarum preterea dea lune est. Diana sagitas habet. Sagitis Diana bestias silvarum necad. Minerva es dea pugnarum et item litteras amat. In cola Italia et Grecia minervam amant et minerva aras edificant. Это был латинский язык. Aurora musis amica contra vim mortis non est medicament in hortis contra spem spero omnia mea me cum porto salve quomodo valis vali на латинском языке я говорил цитаты понимаете такие фразы мудрости да contra vim mortis non est medicament in hortis против силы смерти nec licar sada vali пока salve привет quomodo valis как дела и так далее я обожаю латинский язык именно еще разговорный как древние рима не общались друг с другом шестой язык espanyol la mujer un niño una ninja el hombre come ella leye las mujeres corren buenos dias por favor de nada esta bien sorry for my pronunciation изменяюсь за мое произношение padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pande cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y libranos del mal amen adios dejes yo Я решила зачитать стих Майлит Йогана Вольхана Гёте, одного из моих любимых писателей. О, любь, о, Liebe, so golden schön, wie morgen Wolken auf jenen Hörn, Du segnest herrlich das frische Feld, im Blutendampfe die volle Welt. O, Mädchen, Mädchen, wie lieb' ich dich, wie blick dein Auge, wie liebst du mich? So lieb' die Lerche Gesang und Lust, und morgen blumen den Himmelsduft, wie ich dich liebe, mit warmem Blut, die du mir Jögend und Freude und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst, sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Восьмой язык. Янзык польский. Польскому языку меня учили в Варшаве поляки, в гей-хостеле. Я очень благодарен ЛГБТ-поляку. Не буду называть его имя в целях его конфиденциальности, но я очень ему благодарен, если ты меня смотришь. Спасибо. Дженьки, дженькуя бардзо. Именно там меня научили разговаривать, общаться, и такие ключевые фразы. Джень добрый, честв, як лечи. Дженьки, дженькуя бардзо. Прzepрашам, зычай милого дня, на добра noц. И так далее, и тому подобное. Дженьки, дженьки. Одно, не точен за нас вальки, только припоминаю он шептем суфлера, что это наше задание, каждого из нас, кто контролирует створжане прес себе святи. Че може ми пан помоц? Боты. Слухам. Твои боты. Всегда оставишь шнег. Прzepрашам. Мам я сдъюнч. Юж за пузно. Цо може для чебе зробіць? Ніц я. Запытам иначе. Чего шукаш? Вийшча, як сондзе. Сондзиш? Ні. Єстем певна. Мужеш я стонд вирвач. То твоя бронь. Довидзеня. Дженьки. Ну, я волнуюсь. Девятий, исключительный язык греческий. Бегін. Кір'є Іісу Хрісте, ієту феу елейсон метон амартолон. Кір'є Іісу Хрісте, ієту феу елейсон метон амартолон. Господи, Ісусі Хрісте, іде Божий, повеломі грешного, молитва господня. Аксіон естін достойна ест. Аксіон естін ус алифос, макарізін сетін феотокон. Тін айма каристон, ке панамомитон, ке мітерату феу емон. Тін тіміотеран, тон херувім, ке ендоксетеран, а секрітон, тон серафім. Тін айфа, а віафорос, феонологон текусан, тіон онтос феотокон, се мегалі номен. Аксіон естін ус алифос, макарізін сетін феотокон. Тін айма каристон, ке панамомитон, ке літера, ту феу емон. Тін тіміотеран, тон херувім, ке ендоксетеран, а секрітос, тон серафім. Тін айфа, а віафорос, феонологон текусан, тін онтос феотокон, се мегалі номен. Тін самый тяжелий, греческий. Тяжело читать. Я його писал очень долго, порядка час эту молитву, і дал ж трансріпцію, вот только именно греческими, делаю ще трансріпцію і русскими буквами для подстраховки, либо латинскими буквами. Тяжело читать, мені його дам. Но на тройку с минусом на греческом языке я умею читать. У мене Новый Завет на греческом языке. Знаєте, так тяжело, медленно, но потихонечку і на греческом языке я читаю, тому що мій девіз «Never give up». С вами був Любомир Богоявлінський. Я не планирую учиться читать на десятом языке. Возможно, после сорока лет. Я ничого не загадываю, на все более высших сил. Но, понимаете, для меня и этих моих скромных девяти языков, на которых я умею читать, предостаточно. Я хочу посвятить свою жизнь также усовершенствованию в этих девяти языках. Особенно в шести. Я хочу хорошо уметь и читать, и общаться, разговаривать, свою мысль доносить на английском, и на польском, и на немецком, и на латинском языке, без сомнения, и на греческом языке, на испанском. Надеюсь, что я никакой из этих языков не пропустил сейчас. Английский, испанский, латинский, польский, греческий. Да, один введитель забывается. Английский, немецкий, польский, испанский, латинский, греческий. я тоже человек повторяю, как говорил Карл Маркс я человек, ничто человеческое мне не чуждо, я тоже делаю ошибки во время чтения бывает у меня плохой акцент, произношение моему мозгу бывает требуется для адаптации, чтобы переключиться такой щелчок, сделать какое-то небольшое время и очень мне тяжело я впервые зачитала вам сразу, чтобы на 9 языках тяжеловато но я вы знаете I wish you good luck, я желаю вам удачи я хочу, чтобы вы верили в вашу уникальность you are a unique person you all значит, вы уникальная личность, вы все понимаете и главное, помните, never give up никогда не сдавайтесь everything will be alright все будет хорошо, это был ответ на вопросы социальных сетей best regards любимый Бухаялинский see you later вот это я не знаю я не знаю что вы вы